всем привет не так давно я вам показывала как приготовить очень вкусный сочный рыбный рулет и в результате того ролика у меня остались вот такие отходы рыбные и это отличный повод чтобы наконец-то приготовить рыбный бульон покажу вам все тонкости и нюансы и вы поймете что это вкусно и совершенно несложно к тому же рыбный бульон готовится гораздо быстрее чем мясной или костный кстати куриный костный и мясные бульоны у нас уже есть на канале можете тоже их приготовить ну а сейчас не скупимся на лайки проверяем подписку и погнали и для приготовления рыбного бульона нам понадобится рыба или рыбные отходы 1 килограмм воды на это количество нужно от литра до полутора немного лука 50-70 грамм и столько же моркови какая-нибудь уставшая зелень подойдут и просто стебли петрушки и укропа можно взять стебель сельдерея или коренья петрушки и сельдерея из приправ мы берем лавровый лист пару душистых горошин перца и перец горошком черный примерно 8-10 горошин солить бульон мы будем в конце из расчета 6-7 грамм на литр готового бульона для начала подготовим рыбные отходы да именно так они называются из голов нам нужно удалить жабры потому что они придают горечь бульону затем головы разрежем пополам и тщательно все это промоем особенно на хвост и плавники подготовленные с удаленными жабрами головы и остальные рыбные отходы складываем в кастрюлю заливаем холодной водой и ставим на сильный огонь как только начнет закипать убавляем огонь до слабого затем снимаем сверху динатурированный белок которые образуются в виде пенки и затем будем добавлять специи и приправы а пока мы будем ждать закипания нам нужно подготовить коренья прямо не в очищенном виде нам нужно на сухой сковороде слегка подпалить лук и морковь это придаст во первых цвет нашему бульону он получится золотистым во-вторых прибавит вкус а а а Перед тем, как закипеть, бульон станет мутным, неприятным. Так и должно быть. Белок нерастворимый начинает выходить из рыбы и затем медленно поднимается кверху. После того, как мы убрали сверху пену, бульон заметно становится светлее. Затем, когда мы овощи подпекли, точнее не овощи, коренья, нам нужно отправить их в бульон вместе с перцем, горошком, перцем душистым горошком и лавровым листом. Лавровый лист мы удалим через 15 минут из бульона. Он отдаст только легкий-легкий свой привкус. Если же мы оставим его дольше, то бульон приобретет не очень приятные вкусовые нотки. Также вместе с коренями отправляем из стебли петрушки. Если вы будете использовать корень сельдерея или петрушки, то тоже добавляйте их на этом этапе. А солить бульон мы будем в самом конце. Очень важно, чтобы бульон не солили перед тем, как варить. Это замыливает жиры и бульон получается невкусным. Повара называют этот процесс замыливания. Затем нам нужно, когда мы все это добавим, на медленном огне оставить бульон в покое на 30-40 минут. Если же варить бульон больше часа, это испортит его вкус. Теперь нам остается только процедить бульон. Он полностью готов. Для любителей рыбных голов можно подать бульон именно с ними. Если вы будете варить рыбный бульон с порционными кусочками рыбы, то их варите только 20 минут. Как я и говорила, бульон солим в самом конце из расчета 6-7 грамм на литр готового бульона. Сейчас я добавила соль, процедив бульон, возвращаю на огонь, довожу бульон до кипения и сразу же выключаю. Бульон готов. Бульон готов. Будем пробовать. Аромат рыбный и чувствуется легкий-легкий шлейф специй. Насыщенный, в меру солененький. Легкая-легкая остринка. И, конечно же, лучше подавать с сухариками. Как самостоятельное блюдо, кстати, можно подать и с растягаем из рыбы. С сухариками потрясающий вкус. Удаляя пенку, мы удалили лишний жир. Поэтому вкус не забивается. Очень вкусно. Соусы, рыбные супы. Все можно сделать на основе такого бульончика. Ну а зелень придает ему свежести. Очень вкусно. Вот такой красивый золотистый бульон у нас получился. Из-за того, что мы его сейчас процедили, мелкие-мелкие вкрапления жирка медленно поднимаются. Поэтому он смотрится мутным. Если вы хотите получить такой же красивый прозрачный бульон, жирок поднимется кверху, он станет абсолютно прозрачным. Тогда самые главные два правила. Не допускаем активного кипения и никакой крышки приварки бульона. И тогда вы получите такой ароматный и очень вкусный рыбный бульон, который можно использовать для разных соусов и рыбных супов. Ну а ваши фотоотзывы я, как всегда, рада видеть по ссылкам, которые вы найдете в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока!